Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как решаются правовые вопросы в сфере охраны труда? О каких гарантиях и обязанностях должен помнить работник? Об этом говорим сегодня в нашей студии инспектор Государственной инспекции труда в Самарской области Екатерина Кривошеева. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Екатерина. Ну, во-первых, разрешите в вашем лице поздравить всех работников сферы охраны труда с профессиональным праздником, пожелать вам профессионализма и удачи в этом полезном и важном деле, который вы делаете. Я хотела поинтересоваться, вы давно уже работаете в сфере охраны труда? Уже 4 года. И ваш аспект и специфика это? Правовое направление. Правовое направление. А праздник этот сам давно отмечается или нет? И как вы его в инспекции, кстати, отмечаете? Вообще, Всемирный день охраны труда – это относительно молодой праздник. Первый раз его официально отпраздновали в 2003 году. Но Международная организация труда внесла свое предложение об учреждении данного праздника еще в 1996 году. Да. И ваша инспекция, как вы к этому событию подходите? Ну, мы поздравляем всех своих коллег, сотрудников, специалистов, также специалистов службы охраны труда, организаций и предприятий, с которыми мы взаимодействуем и сотрудничаем при осуществлении контроля надзорных мероприятий. Наверное, вся вот эта неделя прошла под лозунгом. Да, да, совершенно верно. Вот как вот этого дня? Да, под лозунгом Всемирного дня охраны труда. Ну, а вас-то поздравляют тоже, вы говорите, вы поздравляете другие организации. Да, конечно, у нас работодатели, да, вся служба охраны труда, так как понятие охраны труда очень многогранно, и в него помимо правовых аспектов, касающихся режима труда и отдыха, оплаты труда, входит также техника безопасности и надлежащая организация рабочего процесса. Вот весь этот комплекс мероприятий в значительной степени уменьшает вероятность трагедии на производстве, ну и в любом ином виде деятельность. А если все-таки вот рассматривать ваш профессиональный аспект правовой, вот что в него включается, что должен знать работник, как защитить свои права, когда они нарушаются, вот эту информацию? Вы же как раз с этим работаете. Все специалисты госинспекции труда работают с обращениями граждан о нарушении их трудовых прав. Ну вот по вопросам, которые поступают в инспекцию, хочется сказать о том, что сами работники в списке своих приоритетов далеко не всегда ставят вопрос охраны труда на первое место, именно охраны труда. Зачастую обращения поступают по вопросам оплаты труда, несвоевременные выплаты, заработные платы. Вот как раз таки, ну в основном мое направление этим и занимается, рассмотрением данных обращений. Но несмотря на то, что количество обращений поступаемых о нарушении именно вопросов охраны труда не совсем большое, за первый квартал 2016 года Государственной инспекции труда только по охране труда проведено более 260 проверок и расследован порядка 51 несчастного случая. Ну а что касается моего направления, правового направления, то благодаря выданным предписаниям Госинспекции труда за первый квартал 2016 года работникам, более 1800 работников получили несвоевременно выплаченную заработную плату на общую сумму более 6 миллионов рублей. Вот хочется все-таки спросить о тенденциях, которые сегодня происходят вот в сфере охраны труда. Меняется как-то ситуация? Каких обращений с каким содержанием становится больше? Потому что вот мы нет-нет слышим, то сокращение, то увольнение, увеличивается количество невыплат, да, вот таких зарплат, в связи с тем, что вот кризис в стране и вообще такая обстановка. Да, количество обращений, ну, как мне кажется, на мой взгляд, на первом месте это все-таки обращения как раз-таки по оплате труда, несвоевременная выплата, расчеты при увольнении, заработные платы. Вот, ну, также существуют, поступают обращения, в которых работники излагают о том, что с ними не заключили, не оформили надлежащим образом трудовые отношения. Вот, либо заключен договор гражданской правового характера, который фактически регулирует трудовые отношения. Вот, ну, и также поступают вопросы, связанные с оптимизацией численности работников, которые выражаются как раз-таки в сокращении, путем работодателя проводят процедуру сокращения. А ведь начинать вообще все нужно действительно с правильного оформления отношений, да? Да, конечно. Ну, очень много случаев, когда они не оформляются, и потом, если какие-то случаи даже несчастные происходят, не может человек доказать, что он работал в этой организации и так далее. А как настоять на том, чтобы вот все-таки договор был заключен и имел у двух сторон экземпляр вот этот вот? Ну, первоначально работнику настоять и не соглашаться на работу без данного договора. То есть настоять, чтобы он был заключен и подписан обеими сторонами в двух экземплярах. То есть без этого, ну, видимо, не приступать к работе, чтобы быть как-то защищенным. Так правильно. Да. Ну, вот часто люди же идут на то, что лишь бы получить работу, уж какой-то договор, лишь бы деньги платили как-то вот. И это ошибка. Да, это ошибка, потому что поступают обращения, когда работники пишут, что у них нет на руках ни трудового договора, также отсутствует запись в книге, в трудовой книжке. Вот. Таким работникам далеко не всегда удается помочь, вот, так как факт наличия трудовых отношений устанавливается только судами в порядке особого производства. То есть сначала нужно установить факт наличия трудовых отношений, потом уже взыскивать заработную плату. Просто это очень сложно сделать. И даже если вот человеку грозит сокращение, то, конечно, ни на какие выплаты, если он не оформлен, он рассчитывать не может. Если работник согласился на работу без официального оформления работы по гражданскоправовому, по договору гражданскоправового характера, он заведомо самостоятельно лишает себя всех гарантий и компенсаций, которые предусмотрены законом. Вот если конкретно перейти к сокращению, на что все-таки может правильно оформленный легально работник рассчитывать? Вот, сокращение. За сколько его должны предупредить? Сколько выплатят? Когда? Ну, вообще, хотелось бы отметить, что сокращение – это одно из оснований увольнения по инициативе работодателя. Вот, сама процедура сокращения начинается с того момента, когда работодатель принял решение о введении процедуры сокращения. Ну, как правило, это путем издания приказа, либо распоряжения руководителя о том, что данная процедура начинается. Вот, далее работодателя должен исследовать преимущественное право работников на оставление на должности. Вот, ну и, как правило, преимущество отдается работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Вот, но даже при равной производительности труда и квалификации предпочтение отдается лицам семейным, либо на иждивении которых находятся два или более нетрудоспособных членов семьи, у которых нет иного дохода, кроме как заработок работника. Вообще, перечень довольно-таки обширный, и он определен 179 статьей Трудового кодекса, то есть там все подробно расписано. Далее, когда работодатель исследует это преимущественное право, то он обязан не менее чем за два месяца письменно уведомить работников о предстоящей процедуре сокращения. И на протяжении всего периода действия данного уведомления он обязан предлагать работнику все имеющиеся у него вакансии, которые как ниже оплачиваемые, так и любые должности, которые соответствуют квалификации работника и состоянию его здоровья. А вот если к вопросу выплат, вот должен же работодатель выплаты какие-то компенсации? Да, конечно. Конечно, в день увольнения, по истечении двухмесячного срока, в день издания приказа об увольнении, когда стороны подписали этот приказ, работодатели обязаны выплатить помимо заработной платы за фактически отработанное время, а также денежные компенсации за дни неиспользованного отпуска, обязаны выплатить в день увольнения выходной пособия в размере одного среднемесячного заработка. Но далее работникам, которые уволены именно по сокращению, в случае, если они не трудоустроятся, по истечении двух месяцев со дня увольнения, работодатель на основании письменного заявления работника и при предъявлении подлинника трудовой книжки, в которой отсутствует запись о приеме на работу к новому работодателю, он должен будет выплатить ему среднемесячный заработок на период трудоустройства за второй месяц. И в исключительных случаях работодатель обязан будет выплатить среднемесячный заработок на период трудоустройства за третий месяц. И вот как раз-таки под этим исключительным случаем понимается то, что если в течение двух недель со дня увольнения работник встанет на учет в службу занятости, вот как безработный, и в течение трех месяцев он не будет трудоустроен ни центром занятости, ни самостоятельно, то служба занятости выдает ему справочку установленной формы. И работник с этой справочкой отправляется к своему работодателю бывшему, предъявляет ему также подлинник трудовой книжки, также возможно написание заявления, и тогда работодатель обязан будет также среднемесячный заработок выплатить на период трудоустройства за третий месяц. А если работник, которого повестили о том, что он будет сокращен, с этим решением как бы не согласен, что-то можно сделать или нет? Или это прерогатива уже руководителя, работодателя решать, кого он сократит? Расстановка кадров – это исключительная компетенция работодателя, и если работодатель принял решение о введении процедуры с сокращением оптимизации численности работников, то как бы никакой работник не может этому воспрепятствовать. Здесь главная задача работодателя – соблюдать всю процедуру, как предусмотрено трудовым кодексом. По закону выплаты? Да, со всеми выплатами. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22, звоните, у нас еще есть время. Елена проработала в организации два месяца, официально устроена не была, написала заявление на увольнение. В день увольнения зарплату мне не выплатили. Мне в этом случае обратиться в трудовую инспекцию или в суд? Так как изначально прозвучало то, что официально трудовые отношения с ней не были оформлены надлежащим образом, то есть отсутствует трудовой договор и также, вероятнее всего, и запись в трудовой книжке, то в этом случае рекомендовали бы ей обратиться сразу в суд об установлении факта наличия трудовых отношений, так как это компетенция в порядке особого производства только суда. И уже в дальнейшем, но либо в судебном порядке, по факту уже установления наличия трудовых отношений взыскивать прочитающиеся ей суммы. Следующий вопрос, Илья, на каком основании инвалиду могут отказать в работе? Вообще, вот к вам люди с инвалидностью обращаются? Отказ в приеме на работу обжалуется также в судебном порядке. Вот поэтому, если ему отказали в приеме на работу, он, в принципе, может обратиться за консультацией в госинспекцию труда, то есть у нас осуществляется прием граждан, также ведется прием по горячей линии, по телефону. Но вообще только в судебном порядке все отказы обжалуются там. И уже суд рассматривает, правомерно ли ему отказали, либо неправомерно. Но единственное еще, можем пояснить то, что в случае, если судом будет принято решение об удовлетворении требований работника, то работники могут с этим решением обратиться в госинспекцию труда для того, чтобы инспекция уже рассмотрела вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статьям 5.27, 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях. Понятно. Светлана, имеют ли право применять дисциплинарное наказание, если я не ознакомилась с документацией о факте устранения нарушения? Ну вот действительно, вот опоздал, допустим, работник на работу, пришел там на полчаса позже, и вдруг тут ему выписывают штраф. И вот насколько это вот такие случаи правомерные, дисциплинарное наказание, можно взглянуть на это шире. Что это вообще за понятие, что в него входит? Порядок применения дисциплинарных взысканий определен статьями 192-193 Трудового кодекса. Вот, ну, если работник, вот как вы ранее сказали, опоздал на работу и к нему в дальнейшем применили дисциплинарное взыскание, локальными нормативными актами работодателя устанавливается режим рабочего времени. Если он отличается у работника конкретного от общего режима, то это должно быть установлено трудовым договором. И все работники до подписания трудового договора обязаны быть ознакомлены с данными локальными нормативными актами. Это обязывает нас статья 22 Трудового кодекса. Вот, поэтому, вероятнее всего, работник был ознакомлен с этими локальными актами. Ну, а дальше порядок применения, применение дисциплинарного взыскания – это право работодателя. Главное здесь соблюдать процедуру, опять же. Потому что далеко не все работодатели могут грамотно и правильно применить именно дисциплинарное взыскание. А вообще, вот какие меры может применить инспекция труда, когда восстанавливает нарушенные права работников? Вот насколько вы, как бы, вправе все это влиять на организацию, на работодателя и так далее? Что у вас в арсенале есть? При выявлении нарушений государственные инспекторы труда выдают предписания, обязательные для исполнения об устранении нарушений, в которых мы устанавливаем и сроки для устранения конкретных нарушений, которые были выявлены в ходе контроля надзорных мероприятий. Ну и, кроме того, виновные лица рассматривается вопрос о привлечении всех виновных лиц. Это должностного лица, юридического лица к административной ответственности по статьям, как я ранее сказала, 5.27, 5.21, 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях. А если, вот вы говорите, будут там предписания, взыскания и так далее, а если работодатель не реагирует на них? Бывают, наверное, такие случаи. Что следует за этим? Мы проводим, то есть, если мы провели проверку, выдали предписание работодателю, обязательное для исполнения, установили срок на исполнение предписания, то на этом мы не перестаем осуществлять надзор за этим работодателем, мы уже отслеживаем сроки, в какой срок он исполнит это предписание. И если работодатель не исполняет срок, который мы ему установили, данное предписание, то проводится уже повторная проверка, проверка именно исполнения предписания. В случае выявления нарушений и в случае выявления факта, что предписание не исполнено, работодатель привлекается к административной ответственности по части 23 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях. Данные протоколы рассматриваются уже судами, и там размер административного наказания довольно-таки существенный. — Следующий вопрос от Николая. Он спрашивает, как попасть к вам на прием? — По адресу Новосадовая, дом 106А, 110-й кабинет. Ежедневно с понедельника по пятницу осуществляется прием граждан с 9 до 6 в пятницу до без 15.5. — А лично вы проводите приемы тоже? — Да, у нас график дежурств, поэтому все инспектора осуществляют данный прием. Единственное, что при себе необходимо иметь паспорт, а также документы, подтверждающие наличие трудовых отношений. Трудовой договор, либо трудовая книжка, что-то, чтобы было. — Да. И вот еще такой вопрос конкретный. Может ли сокращаемый работник уйти раньше, чем истекут два месяца? Вот это о чем идет? — Да, конечно. Работодатель уведомил работника о том, что через два месяца трудовой договор с ним будет расторгнут. Но ввиду каких-либо обстоятельств между работником и работодателем может быть достигнуто соглашение, которое должно быть также оформлено письменно о том, что раньше расторгнут. Но при этом у работодателя возникнет дополнительная обязанность по выплате, помимо всех гарантий и компенсаций, предусмотренных при сокращении, работодатель обязан будет выплатить ему средний заработок, исчисленный пропорционально времени оставшемуся до истечения вот этого двухмесячного срока. Вот. Поэтому может. Но только главное заключить в двух экземплярах это соглашение, чтобы было подтверждение. Вот вы сказали про соглашение между работником и работодателем в случае сокращения. На что работнику нельзя соглашаться? Вот есть такие условия, которые не нужно принимать, чтобы потом вот не пострадать от этого? Ни в коем случае нельзя соглашаться на подписание каких-либо заявлений, приказов, распоряжений работодателя о расторжении трудового договора, который содержит формулировку «иную», но если касается сокращения «иную», нежели сокращения. Вот. То есть быть внимательными, читать все, что вам дают на подпись. То есть это рекомендация ко всем работникам. И вот еще не секрет, конечно, что зарплата бывает не только белой, но там и серой, и черной. В случае сокращения на какую сумму нужно рассчитывать, если вот платили там в конверте, как мы говорим, все время, и что он получит при сокращении? Тоже какие-то вот нелегальные, вот эти неучтенные? Ну, к сожалению, да, мы сталкиваемся с зарплатой черной, серой, конвертной, ее называют все по-разному. Вот. В данном случае работник, точнее заработная плата, хотелось бы начать вот с этого, что устанавливается трудовым договором работника. То есть прописывается все суммы, на которые ему положено. Вот. И в случае, если работник согласился на получение черной заработной платы, здесь уже зависит от добросовестности работодателя. Выплатит он, либо не выплатит. Но либо доказывать это только в судебном порядке, пригласив также свидетелей, либо, может быть, какие-либо иные документы, которые могут подтвердить то, что зарплата черная. Потому что согласившись на получение черной зарплаты, работник самостоятельно возложил на себя всю ответственность о том, что он лишил себя отчисления в пенсионный фонд, в налоговый, пособий по нетрудоспособности. То есть все это будет рассчитываться только из белой заработной платы, из официальной, которая установлена трудовым договором. Вот если сейчас, сейчас секундочку, ответим на вопрос, потом на мой. Галина интересуется, мы по интернету отправили письмо на сайт инспекции 14 апреля и до сих пор не получили ответ. В какие сроки должны рассматриваться заявления и когда же я наконец-то получу ответ Галины и свой сотовый телефон оставить? Такое возможно реально? В соответствии с 59-м федеральным законом срок рассмотрения обращения 30 календарных дней. 14 апреля, считаем, не прошло. Помимо всего этого, с момента написания заявления у нас есть еще 3 дня на регистрацию. То есть оно может зарегистрировано быть как 14, так и 15, так и 16 числа. То есть зависит от загруженности, от количества поступивших обращений в инспекцию. А далее рассматриваться в течение 30 дней с правом продления еще на 30 дней. Но опять же, если будет в исключительном случае принято решение о продлении, то работники об этом письменно уведомляются по адресу, который указывает в обращении. Понятно, так что Галина пока может не волноваться, ответ она получит. Вот если проанализировать основные нарушения трудового договора, все-таки еще раз к этому вернемся, то они какие? Чтобы предупредить работников, на что все-таки обращать внимание, чтобы не попасть ни в какую ловушку? Здесь хотелось бы сказать, что с октября 2015 года на официальном сайте Роструда стартовал проект «Электронный инспектор». Он состоит из двух блоков. Это для работника и работодателя. То есть обе стороны трудовых отношений работники и работодатели могут проверить себя. Работники могут проверить на что, что им положено по закону, какие у них есть права. А работодатель может проверить себя и посмотреть, за какие нарушения, что он нарушает, либо где-то подредактировать свою работу по отношению к работникам. Поэтому хотелось бы, чтобы и работники ознакомились с этим проектом «Электронный инспектор», и работодатели тоже проконтролировали себя, проверили, какие-то недочеты, возможно, устранили. Да, потому что часто возникает такой перекос, кажется, что работников все обманывают и в отношении его что-то нарушают, а про работодателей как-то вот они такой стороной являются, которую как бы всегда обвиняют и в чем-то хотят уличить. А на самом деле вы тоже помогаете и работодателям ознакомиться с информацией? Обращения бывают разные. Бывают разные. Мы оказываем консультирование как работникам, так и работодателям. Мы на стороне трудового законодательства, поэтому зачастую поступают совершенно разные обращения. Бывает, когда работник неправ и когда работодатель неправ. Такие тоже есть. А вот если рассмотреть все-таки, с чем к вам работодатели обращаются, чем вы можете им помочь? Ну, работодатели обращаются также по разным вопросам. Также консультируются по вопросам оплаты, установления дней, выплаты заработной платы, то, что она должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. Обращаются по вопросам внесения записи в трудовые книжки. То есть как правильно это сделать. Разные вопросы есть. Есть, да. Да, по вопросам также дисциплинарное взыскание, порядок применения, чтобы, возможно, какие-то вопросы возникают, чтобы мы разъяснили, пояснили ту или иную ситуацию. Есть такое понятие в сфере правовых отношений, в сфере охраны труда, как трудовые споры. Вот если можно об этом тоже поподробнее. Когда к ним приходят люди, как они разрешаются, в каком порядке? Или это больше к судам, чем к инспекции труда относятся? Индивидуальные трудовые споры рассматриваются только судами, в порядке особого производства. Госинспекция труда неуполномочена рассматривать данные споры. Поэтому на основании решения суда у работника в его пользу мы можем лишь привлечь к административной ответственности лицо виновное. То есть должностное юридическое лицо. Я напомню, телефон 202-1-22. Еще есть у нас время до конца программы. Если у вас интересуют вопросы по охране прав и труда, то можете смело их адресовать нашему сегодняшнему собеседнику. Скажите, пожалуйста, вот из вашей практики, с чем вы сталкиваетесь? И о чем хотели бы, может быть, предупредить людей заранее, чтобы избежать каких-то ошибок с самого начала, вот как специалист в сфере охраны труда, вот если так в целом, потому что все-таки сегодня профессиональный праздник, вот если с такой вот профессиональной точки зрения подойти к этому? Мне хотелось бы пожелать работникам знать свои права, а работодателям знать свои обязанности перед работниками и соблюдать их. Вот когда мы говорим «знать свои права», как это конкретно и на практике можно сделать? Вот как с ними ознакомиться, где, когда, из каких источников? Элементарно, основа – это то, что трудовой договор обязательно, чтобы он был. В трудовом договоре прописывается многое, то есть начиная от того, когда, в какие сроки должна быть выплачена заработная плата, в каком она размере, в каких условиях труда работник работает. То есть если в трудовом договоре установлено, что работник работает во вредных условиях, соответственно, отсюда следует очень много пунктов, то, что какие доплаты ему полагаются, возможно, дополнительные дни отпуска. То есть как бы первоначально требует трудовой договор, оформляет надлежащим образом трудовые отношения. А уже дальше, дальше видно будет. Ну и вы сказали, что одно из самых распространенных – это не выплаты, да? Вот пошаговая, может быть, какая-то инструкция, как действовать? С какого момента начинать бить тревогу, когда там в день в день не получил зарплату? Куда обращаться? Когда? Да, или, может быть, сначала с руководством пообщаться по этому вопросу? Вот что делать? Если это самое распространенное, и как себя вести? Ну, если у работника есть трудовой договор. В трудовом договоре прописаны дни выплаты заработной платы, в которой должна быть ему выплачена сумма. И работодатель не соблюдает те сроки, которые определил, и задерживает заработную плату, то по истечении 15 календарных дней работник может приостановить работу. Но письменно предупредить об этом работодателя, то, что он приостанавливает работу. А, вот что важно, не просто так. Да, не просто так не выйти, а предупредить письменно о том, что он приостанавливает до выплаты заработной платы. Вот, ну и кроме того, хотелось бы сказать о том, что если работодатель нарушает срок выплаты заработной платы, работники могут обратиться к нам, в госинспекцию труда, с письменным обращением о нарушении своих прав, либо обратиться в суд за восстановлением нарушенных прав. Ну и кроме того, 236 статьей Трудового кодекса предусмотрена материальная ответственность работодателя перед работниками. То есть за несовременную выплату заработной платы предусмотрена материальная ответственность, и работодатель обязан будет каждый день просрочки оплатить в размере 1,3 ставки рефинансирования. Эта сумма небольшая, но тем не менее обязанность такая есть. И работники имеют правду. Следующий вопрос от Аллы. Муж был устроен на работе на автобусе. Он возит рабочих день через два, два в один день. И ему сказали, пишите заявление на увольнение. Так как теперь ему поступить, писать заявление или нет, и что делать? Ведь теперь они каждый день ходят, а зарплата стала еще меньше. 7 тысяч всего в месяц. Законно ли это и правильно? Вот действительно вот такие вот режимы, как... Я поняла примерно вопрос. Во-первых, если работодатель заставляет написать заявление об увольнении, это уже относится к разделу понуждению, к увольнению, а данное понуждение только судами доказывается. Потому что если работодатель понуждает работника написать заявление, работник пишет это заявление, то доказать это очень сложно, потому что заявление он пишет по собственному желанию, он ставит свою подпись в этом заявлении. Вот. По факту выплаты заработной платы в размере 7 тысяч рублей, то ежегодно у нас утверждается федеральным законом минимальный размер оплаты труда. Вот. И этот минимальный размер оплаты труда на 1 января, с 1 января 2016 года 6204 рубля. То есть 7 тысяч рублей, в принципе, это правомерно при отработанной норме времени, то есть согласно производственному календарю, при 40-часовой рабочей неделе. То, что сверхурочно работник работает, либо в выходные привлекается, то работодатель это должен уже отдельно оплачивать. Да. Вот если так нарушается, вот такой вот, допустим, работает-работает человек, два дня своих отработал, сменщик у него там заболел или не вышел, уволился, ему нужно там еще в следующие два дня выходить. Вот это как нужно правильно регулировать? Отказываться выходить, потому что ты должен восстанавливать силы, либо выходить, но страдать и терять здоровье. И вообще, особенно если водитель, то это же страшно, это же не должно допускаться. Ну, понятно. Режим работы определяется трудовым договором. Вот, если данный работник работает по графикам, графике сменности, они утверждаются работодателем. Привлечение работника вне графика, вне его смены допускается только с письменного согласия. И опять же, на водителя, если он работает, водителя распространяется постановление Минтранса, приказ Минтранса, вот, о режиме рабочего времени. Вот, и, ну, там довольно много нюансов, поэтому с ним нужно отдельно знакомиться. И они могут обратиться, представить все документы в инспекцию, то есть, возможно, у них графики сменности есть, какие-либо документы иные. Вот, прийти к нам на прием граждан, вот, где инспектора квалифицированную окажут помощь, дадут разъяснение, возможно, примут заявление, если все-таки нарушаются. Да, наверное, вот могу предположить, что очень много проблем возникает и у охранных, предприятий, которые вот в ночные смены работают, там, может быть, даже не соблюдаются как-то графики, да, и вот кто-то вам жалуется. Ну, такое зачастую бывает, да, бывает. Вот, но здесь, как бы, смотрим, как работодатель знакомит работников с этими графиками, чтобы режим труда и отдыха, чтобы работники хотя бы какое-то время отдыхали. Вот, как оплачивается вся сверхурочная, как оплачиваются праздничные, выходные, нерабочие дни. Вот, но кроме всего этого, хотелось бы отметить, что более 120 часов в год работник сверхурочно работать не может. За это работодатель может быть привлечен к ответственности в случае выявления при проверке такого факта. Да, тоже важно. Мы очень много говорим о том, что нужно правильно устроиться на работу, да, но мало о том, что нужно уметь и правильно уволиться. Вот здесь, как избежать каких-то проблем, вот что значит уволиться правильно? И вообще при увольнении могут какие-то проблемы возникать и у работодателя, и у работников? По собственному желанию проблемы возникнуть, в принципе, не должно, если работодатель добросовестный. Работник предупреждает работу дателя в письменной форме не менее чем за две недели о том, что он планирует уволиться. И уже в день увольнения 140-й статьей Трудового кодекса работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, оформленную надлежащим образом, выдать суммы, причитающиеся при увольнении, вот, а также выдать все документы, которые работник запросит. То есть справки, два НДФЛ, справки для начисления каких-либо пособий по нетрудоспособности. То есть все, что связано с трудовой деятельностью работника. Ну вот часто, если вот не выплачена зарплата в день увольнения, это уже нужно тоже опять же вот как-то переживать? Или еще нужно тоже по закону подождать там 15 дней? Нет, нет. В день увольнения работодатель обязан выплатить все, прочитающиеся работнику сумму. Не днем позже. То есть если он не выплачивает в день увольнения, то уже нарушение работника имеет право обратиться как в Госинспекцию труда за защитой своих прав, так же и в суд. Понятно. Вот наступает уже, немного осталось до лета, времени, пора отпусков. Здесь-то уже на что нужно обращать внимание? Бывают ли нарушения какие-то с двух сторон, связанные с отпусками? Или опять же кажется, это такая легкая, веселая тема, или нет? Графики отпусков утверждаются работодателям ежегодно не менее чем за две недели до наступления нового года календарного. Также работодатель должен не менее чем за две недели до наступления отпуска уведомить работника, ознакомиться с приказом о предоставлении ему отпуска. То есть сколько дней, в каком количестве, когда он уходит конкретно. Ну и в статье 136 Трудового кодекса предусмотрена административная ответственность. Ну что, то есть наше время подошло к концу. Спасибо огромное за то, что пришли, познакомили нас с правами еще раз. И вам всего хорошего.